К Международному женскому дню в Первоурайске организовали праздничный концерт и для женщин-металлургов. Сегодня их чествуют еще и за профессиональные достижения и преданность делу. На чьих хрупких плечах лежат тяжелые производственные задачи, расскажет Екатерина Котельникова. Поставила сначала на стеночку, поставила на ноль, потом зашла в риску. Микрометр – один из основных инструментов работы Елены Удаловой. С помощью него, микроскопа и различных индикаторов она измеряет искусственно созданные дефекты. Елена – контролер измерительных приборов и специального инструмента на Первоурайском новотрубном заводе ТМК. По результатам замеров, которые она проводит, настраивают дефектоскопы, которые не пропустят брак. От этого зависит качество выпускаемой продукции. Работой гордимся ее, мы ее ценим как важного и ответственного специалиста. Обращаемся к ней. Она нам никогда не отказывает, в принципе, готова помочь. Сегодня Елена получает признание на региональном уровне. Женщине вручают благодарственное письмо Законодательного собрания Свердловской области за многолетний добросовестный труд, а также в честь Международного женского дня. Большая часть жизни моей уже прошла на новотрубном заводе. Я, конечно, горжусь, что я тут работаю. Приобрела жизненный опыт, очень много встречала людей. Я сейчас работаю с большим количеством людей. Люди разные, но работа интересная. Вместе с Еленой сегодня поздравляют всю прекрасную половину многотысячного коллектива «Металлургов». Спасибо за ваши успехи на работе. Благодаря вам мы делаем такие грандиозные планы. И каждый мужчина может выдержать там, где вы работаете. Хочу особенно пожелать вам крепкого здоровья и всего хорошего. В зале стропольщики, резчики труппы заготовок, фрезеровщики, машинисты крана. Для них выступают лучшие творческие коллективы города. А представители областных и городских властей вручают почетные грамоты и благодарственные письма. Елена Волошина, сотрудница железнодорожного цеха, получает грамоту за плодотворный труд и личный вклад в повышение эффективности производства. У меня бригада. Пополняем, ремонтируем вагоны. ЖД, перевозки все равно у нас уже стоят железнодорожного цеха. То есть, если вагоны будут неисправны, это будет тяжело трубы не перевезти. Автомобильным транспортом бывает. В зале не только молодые сотрудницы, но и те, кто отдал «Металлургии» большую часть жизни. Елена Стебли пришла на завод вслед за отцом 42 года назад. Праздничные концерты в честь Международного женского дня для нее не просто событие, а давняя добрая традиция. В свое время мы даже в цехе нашим мужчинам всегда праздничные концерты, самодеятельность выступали. Они нам, женщинам, тоже в виде подарков и в цехе праздник устраивали, тоже концерт. И вот во дворец. Сейчас на заводе работает почти 2800 женщин. Многие владеют сразу несколькими смежными специальностями и ежедневно доказывают, «Металлург» – это не только мужская профессия. Екатерина Котельникова, Денис Хромцов, Новости Первоуральск.